Станислав Говорухин В картине складывались разные настроения и не всегда для меня приятные. Я уничтожу всех вас! Он кричал так, он бросался какими-то предметами. Я, честно говоря, когда первый раз пришел к нему, я себя чувствовал немного кроликом. А что же я тебя люблю, так это вот за чувство юмора. Ну ты сухоруков даешь, позор тебе, пи-пи-пи-пи-пи. Я, в общем, запикал свои тирады всю мою жизнь. Ради правды в своих картинах Говорухин идет на все. Я подниму меч! Зашел Станислав Сергеевич и говорит, что это на ней? Какой купальник? Так, снимайте купальник. Все, без купальника будет. Я не успела мяу сказать. Смотрелся ужасно. Но если во Станислав Говорухин был другим, то его знаменитые картины не получились бы такими пронзительными и честными. Говорухин, стоп, стоп. Выслушай меня. Май 2014 года. Музфильм. Съемочная площадка черно-белого фильма Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи». Здесь режиссер, вопреки многочисленным историям о его крутом нраве, ведет себя почти идеально. Не кричит и по столу кулаками не стучит. Напротив, свою историю о начале писательской карьеры Сергея Довлатова снимает размеренно, с удовольствием. Можно сказать, смакует каждый дубль. В результате исковерканный взгляд на советскую действительность. Здравствуйте, Машенька. Здравствуйте, Машенька. И прощай. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Здравствуйте, Машенька. И прощай. Прощай, друг, не забывай. Понял. Пошел. Даже пошел нас вествовать. Мне тоже, когда меня утверждали, сказали, что крутой нрав, но нет. Я бы так не сказал. У нас как-то было все очень по-семейкам. Фильм «Конец прекрасной эпохи» получил премию «Золотой орел» за лучшую режиссерскую работу. Но главным призом Станислава Говорухина стало возвращение его любимой музы. Станислав Сергеевич, подай мне ближе. Я знаю, как должно быть. Я знаю, что такое хорошо на площадке, что такое плохо на площадке. Что ты можешь себе позволить, что не можешь себе позволить. И вот в этом я благодарна Станиславу Сергеевичу. У нас старые отношения. Они познакомились в 2002 году, когда Станислав Говорухин взялся снимать свой фильм «Благословите женщину». Картина была очень личной. Режиссер посвятил ее своей маме и бабушке, которые воспитали его в трудное послевоенное время. Я в этой героине видел и свою маму, а зритель видел свою бабушку. Это очень-очень похоже. Сейчас таких женщин уже мало, скажем так. Или нет совсем. Главную героиню режиссер искал очень долго. Пересмотрел множество актрис, тщательно. Ему нужна была не секс-бомба, не свой парень в юбке, а женщина с большой буквы. На роль Веры уже почти утвердили 29-летнюю Марию Миронову. Когда-то Говорухин снял ее еще совсем маленькой в своей картине «Приключения Тома Сойера и Гикельбера Фина». Но в последний момент на пробы прибежала юная девушка с растрепанными длинными волосами, студентка первого курса Щукинского училища Света Ходченкова. И Говорухин расцвел. Ему сразу стало понятно – героиня найдена. Ну, во-первых, она, конечно, один в один с моей героиней была. Как я ее увидел, то сразу сказал – вот она и есть. А во-вторых, она оказалась талантливой девочкой. Одна ты у меня осталась. Мамочка, я не одна. Я когда смотрю, у меня вот здесь спазма. Какой он вывел там образ женщины. Каждый мужчина смотрит на женщину, главную героиню, и говорит – «Как жалко я такой мечтал всю жизнь, и мне такая не попалась». На съемочной площадке режиссер не скрывал своей симпатии к молодой актрисе. Она вдохновляла его и окрыляла. Стала для него настоящей музой. Я это все, да, чувствовала буквально с первых наших шагов, буквально с первых сцен, там, с первых моментов, как мы начали уже снимать кино. Я понимала, что он ко мне как-то очень особенно трепетно относится. Мне это было очень приятно, мне это, естественно, лестило. В фильме немало откровенных сцен, но Говорухин старался снимать их предельно деликатно. Так в первой же сцене Хоченькова должна была купаться обнаженной в море. Изначально я должна была плавать в купальнике. В какой-то момент у нас была очередная примерка. Мы мерили халатики, мы мерили купальники, еще что-то. Зашел Станислав Сергеевич и говорит, что это на ней? Какой купальник? Так, снимайте купальник. Все, без купальника будет. Я не успела мяу сказать. Это было. Но я думаю, что там это смотрелось очень все лаконично. Не вульгарно, не пошло. А по-другому Станислав Сергеевичу не умеет. Все-таки это было, что не говори, большая везуха. Вот открытие этой девушки, 19-летней. Это не всегда везет так режиссеру. Мне повезло, мне попалось в лапы. Прямо то, что надо. Но у него всегда было особое отношение к Свете Хоченковой. Но очень скоро это особенное отношение исчезнет. Говорухин будет разочарован Хоченковой. И на долгое время прекратит с ней не только сотрудничество, но и общение. Отношения Говорухина и Хоченковой некоторые поняли по-своему. В киношной среде поползли слухи о романе между молоденькой актрисой и режиссером. Но слухи остались только слухами. В том, что он любит там женщину, а вот живет то он со одной, любит то он одну, а мало что он там кем-то может увлекаться. А потом у каждого большого творческого человека должна быть своя муза. А в каждом фильме у него наверняка есть муза своя. Я никогда не держала свечку, я никогда не испытываю судьбу, я не приеду без звонка. Я все понимаю, я же не дура, я понимаю, что он же интересный мужчина. Его любят женщины, что меня радует, потому что как бы я не самая последняя выбрала. Рядом с Галиной Станислав Сергеевич снял все свои лучшие картины. А познакомились они, когда режиссер приступил к монтажу своего первого фильма «Вертикаль». Я пришла девчонкой после школы, не поступила в институт, и пришла на одесскую студию «Девчонка-работ». У меня отец там работал после демобилизации художником. И решил, что я могу поработать год в монтажном цехе. И мне все говорят, ой, подожди, сейчас приедет экспедиция с гор, и ты увидишь нашего режиссера и влюбишься в него. А я смотрю, висит его фотографии, лысый, некрасивый, думаю, ну в кого там влюбляться-то. Да, и вдруг, как-то я стою там в коридоре возле зеркала, длинный такой коридор, там в конце, распахивается дверь и заходит Слава. На нем такая альпинистская ветровка с капюшоном, откинут капюшон, расстегнута куртка. Он на меня взглянул, и все, я поняла, что это… Я влюбилась в одну секунду и навсегда. И все вот так вот случилось. Потом он сказал уже своему монтажеру, как-то зашла к ним в комнату, он сказал, кто эта девочка? Он говорит, это наша вот ученица. Он говорит, эта девочка будет моя женой. На ухаживание у Говорухина особого времени не было. Да и не в его это принципах – охи да ахи на скамейках. Никаких там лапушек. Я, честно говоря, в такое и не верю. Мне кажется, отношения должны быть более… не такими показными. Если есть любовь, так она не обязательно должна быть показушной. Работы было много, встречались урывками. Жить стали вместе уже через несколько месяцев после знакомства. Правда, без романтики все же не обошлось. Стихи читал. Поражал ее образованностью. Или вот, скажем, Пушкин. Знаешь что? Знаешь, что мне больше всего в Онегине нравится? Вот то, что написано самыми простыми словами. Вот послушай. Смеркалась. На столе, блистая, шумел вечерний самовар, Китайский чайник нагревая, Над ним клубился легкий пал. Когда они познакомились, Галине было всего семнадцать, а Говорухину – тридцать. Он уже знал, и что такое большое чувство, и что такое семейная жизнь. Он был разведен, подрастал пятилетний сын. Бывшая семья жила в Казани. Режиссер редко виделся с ними. Позже он очень пожалеет, что так мало внимания уделял единственному сыну. Трагедия, которая случится уже, не даст Говорухину исправить своих отцовских ошибок. Трагедия Потому что у меня затюкал совсем. Не потому что затюкал. А потому что… Это вам будет для торта, а рядом поставьте. Потому что все надо делать в простоте, а не выпендриваться. Что ты поставила прибор? Это вот не надо выкинуть в мусоропровод. Ну хорошо, для красоты. Галя внесла огромнейший вклад в дедушку и в его судьбу, и то, что ему повезло. Ну и Гале, конечно, с дедушкой повезло. Галина Борисовна пережила с мужем многое. Но одну историю точно не забудет никогда. Говорухин снимал картину «Белый взрыв» в тех же краях, где снимался фильм «Вертикаль». На съемочную площадку, раскинувшуюся в горах, группу доставляли на вертолетах. Говорухин привез на съемки и молодую жену. Заманил в горы романтикой, красотой неземной. Отправлялись в горы несколькими партиями. Станислав Сергеевич полетел первым. Галина осталась ждать вертолета, но тот все не возвращался. Внимание организации, проводящих работы в горах, туристам и альпинистам, находящимся на восхождении. Внимание организации, проводящих работы в горах... Два часа через каждые 10 минут. Прошло несколько часов, а потом появился оператор с разбитым лицом. Он кричал, группа разбилась, все погибли. Да, вертолет, на котором мы летели, разбился. Это 26 июля 1969 года. Экипаж, у нас было пятеро, мы выжили. Вы по этому дату помните? Ну конечно, я даже час помню. 9 часов 15 утра. Вертолеты, остатки этого вертолета по сей день лежат. Они даже не заржавели, там большая высота. Мы спустя лет 15, наверное, поднимались с оператором. Лежит и... Лежат это все. И люди, которые... Которым вот скажи, что здесь сидели... Здесь были пассажиры и экипаж два человека. Никто не поверит. Хорошо, что он не камнем падал. На еще вращающихся винтах он задел каменную марену и покатился. Как они остались чудом живы. Почему он не рванул этот вертолет? Еще полные баки в нем были. Бензина. Ни хвоста, ни лопастей пропеллера. Ничего. Это была битая консервная банка. Родился в рубашке? Или судьба просто дала шанс для того, чтобы он совершил свое предназначение? Так или иначе, летать Говорухин разлюбил. Теперь он даже иногда теряет сознание в самолетах. А вот горы не разлюбил. Да и как может быть иначе, если его тянуло вверх с самой юности? До того, как приехать в Москву учиться на режиссера, Говорухин окончил в Казани геологический факультет и пару лет проработал по профессии. Он всерьез увлекался альпинизмом, поэтому не понаслышке знал, как делать кино о том, что лучше гор могут быть только горы. Так оставьте ненужные споры, Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, На которых еще не бывал. На которых еще не бывал. Потому что Санислав Сергеевич Свитин имеет второй разряд по альпинизму. Вот. И он нас заставлял делать все, что делают альпинисты. И нас заставлял все. И носить рюкзаки тяжелые, и трикань эти ботинки. И даже иногда, по-моему, даже назло нам там вкладывали в рюкзаки, не знаю, кирпичи, что ли, чтобы они чувствовали всю эту тяжесть. В вертикали в горы карабкались, натирая мозоли не только актеры, но и сам режиссер. Там есть кадры, где вот так, если присмотреться, то почти крупный план. Я там лезу вместо, скажем, артиста Фадеева. Ну, во-первых, мне это было, как и другому дублеру, так же легко. А во-вторых, мне пришлось бы дублеру объяснять, что надо сделать. А так я знал. Многое там получилось от неопытности. Теперь смотришь, думаешь, вот, того я никогда не сделал. А тогда была какая-то такая и смелость, и помноженная на неопытность, она давала неожиданный результат. Ну, а кроме того, все снималось действительно по-настоящему. В этом кино все было настоящим. И горы, и чувства. Немедленно сойти с маршрута. Вас понял, вас понял. Когда поступило сообщение? Прием. На съемках Говорухин на всю жизнь подружился с Владимиром Высоцким. Он сам предложил позвать его в картину, когда ему, зеленому режиссеру, его товарищу Павгику Борису Дурову, предложили снять это кино. У будущего фильма «Вертикаль» был проходной сценарий, никто не хотел браться. Говорухин приехал на Одесскую киностудию в поисках материала для дипломной работы. Вот ему и повезло. Но снимать просто кино про альпинистов Говорухин не хотел. И тут впервые показал характер. Заявил руководству студии, что спасти слабый сценарий может только хорошая песня, а лучше несколько песен. И именно Владимира Высоцкого, который тогда только набирал свою популярность. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плохо он или хорош, Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Я был знаком с ним как с артистом, как с автором песен, как с магнитофонным поэтом. Его вся Москва уже знала. Говорухин разрешили позвать в картину Высоцкого, но предупредили. Володя мужик с характером, если что, и в морду может дать. Но Говорухин только усмехнулся в ответ. Кто-кто, а он с детства в драках толк знал. Но обошлось. Оба сразу почувствовали, они одной крови. Ну, там мы просто сблизились на вертикали. Доверяли всякие сердечные тайны друг другу, и говорили о многом. И подрались однажды, и нам пришлось там с балкарцевым драться, ну и так далее. Так что это было уже боевое братство. Неудивительно, что Говорухин позвал именно Высоцкого сняться в своей картине «Место встречи изменить нельзя». «Васел, Ваня, а ну держи меня!» «Как держать?» «Нежно!» «Глеб Богорыч, стреляй!» «Ты еще не угомонился?» «Довольно странно он появился на экране, этот фильм. Потому что МВД, руководство МВД не приняло его, но и не отказало. Оно посмотрело две серии, разгневанные ушли». «Извините, гражданочка». Основные претензии были даже не к фильму, а к тому, что сыщик и Жеглова играет опальный в те годы Владимир Высоцкий. Но Говорухин сказал, как отрезал. Или Володя в роли Жеглова, или ищите другого режиссера. Отстоял. Фильм «Место встречи изменить нельзя» стал символом целой эпохи. Сегодня уже невозможно представить на месте Жеглова кого-либо, кроме Высоцкого. «Куда ушел ваш китайчонок ли?» «Вы, кажется, потом любили португальца?» «А может быть, с малайцем вы ушли?» «Вот, я хочу показать вам этот угол. Здесь вообще какая-то танцевальная площадка, вообще что-то совершенно непонятно. Здесь, я понимаю, что были сугробы и так далее, вот эти деревья стояли. И вот Витюша по этим сугробам бежал. «Левченко, стой! Я за ним, Левченко! Не стреляй, Глеб, не стреляй!» «Не стрелять!» «Подожди!» «Левченко, стой!» «Уйдет!» «Стой, тебе говорят! Не стреляй!» «Левченко!» «Левченко, стой!» «Левченко, стой!» «Владимир Высоцкий был звездой, и под его график подлаживалась вся съемочная группа. Из-за этого исполнитель роли Шарапова Владимир Конкин чувствовал себя не в своей тарелке. Чтоб сегодня же духа твоего в квартире моей не было, катись в чертовой матери!» «Да, пожалуйста!» «Конкин был все-таки юн и неопытен, а Высоцкий был чуть поопытнее, ну и кроме как чисто таких похлопываний по плечу, мог он Володе ему что-то подсказать. В картине складывались разные настроения, и их очень часто создавал и не всегда для меня приятный Владимир Семенович Высоцкий. Он был человек весьма своеобразный». Говорухин в конфликт не влезал, но и смягчить его не пытался. «Говорухин играл роль Сократа у нас вообще. Он, так сказать, молчал. И когда был крайне чем-то недоволен, он не выяснял отношения, а почему-то вставал на голову, он, так сказать, руками упирал». И они с Володей Высоцким иногда соревновались, что дольше может на башке простоять. Чтобы фильм вышел именно таким, каким мы его знаем, Говорухину пришлось не раз ругаться с авторами романа «Эра милосердия», по которому писался сценарий «Братьями Вайнерами». Они часто присутствовали на съемочной площадке и требовали стопроцентного соответствия тексту. Каждый такой съемочный день заканчивался жестким спором с режиссером. Особенно бурно они ругались из-за финала картины. В романе Вайнеров возлюбленная Шарапова Варя в конце погибает. Но в фильме Говорухин оставил ее живой. Сказал, так будет лучше. Шарапов заслужил надежду на будущее. И в этом был весь Говорухин с его глубоко личным отношением к жизни и большой любви мужчины к женщине. В фильме «Место встречи изменить нельзя» Говорухин снял в эпизоде свою первую жену Юнуну Кареву. «Не надо, не надо, Галя, не надо, здесь нельзя. Галя, не надо, не надо». С Юнуной они познакомились в Казани, когда Станиславу было едва за двадцать. Они прожили несколько лет, родили сына, а потом Говорухин уехал в Москву учиться во ВГИКе. Юнуна осталась в Казани и вскоре полюбила другого. Несмотря на это, бывшие супруги всегда общались друг с другом. В 2013 году Юнуна скончалась. Но за два года до этого случилось самое страшное. Умер их единственный сын Сергей. Я вдруг стал стесняться третьего тоста. Третий поднимают стоя и молча за невернувшихся. Я стал стесняться своих погибших. Они не нужны этой стране. Может, потому что погибли просто и обыденно, приняв пулю на вздохе, подорвавшись на противопехотной мине, явив миру перекореженные обрубки тел и прострелянные на вылет черепа. Это тоже честное кино. И тоже Говорухина. Только сына. Сергей Говорухин снимал документальные фильмы про российских солдат, брошенных в огонь двух чеченских войн. ЗАСТАВЫ 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 Оставшиеся в живых Находят перед вами заместитель начальника ЗАСТАВЫ лейтенант Мерзикин. ЗАСТАВЫ ЗАСТАВЫ Это очень тяжело, снимать настоящее документальное кино. Это художественное кино, что там? Сиди, командуй, мотор. Даже мотор может не кричать, за тебя крикнут. Сиди, пей чай. Давай указания. Направо, налево. А здесь нахмурься. Ну, это... Нет, документалист. Режиссер, документалист — это... Это работяга. Серёжа вырос вдали и от отцовской жизни, и от его любви. Из-за этого отношения между ними были не очень близкими. Они редко виделись и мало общались. Он очень сдержанный человек. Он никогда наглядно не проявляет любви к близким. Он такой вот какой-то... Афракутый, там, ребёнка ласковый. Мне этого, кстати, очень не хватало в детстве. Мне и сейчас этого не хватает. Это не постановка, реальные кадры. На них истекающий кровью сын Говорухина. Во время съёмок своей первой документальной картины, проклятой и забытой в Грозном, Сергей получил серьёзное ранение в ногу. Но приказал оператору не прекращать съёмку. Когда я прилетела в Москву, меня очень много людей встречало. Мой племянник Андрюша. Меня привезли домой. И Андрей, он у меня за плечи, сказал тётю Нуна. Серёжу ампутировали ногу. После ампутации Сергей перенёс ещё 10 операций. И продолжал снимать кино. Станислав Говорухин не отговаривал у сына от рискованной работы. Он понимал, у сына его характер не отступит. Это было бесполезно. Но в данном случае вы видите последствия девушкиного воспитания. Какой мужик вырос. Я всегда себя чувствую виноватым перед Серёжей. Я пытаюсь это, скажем, вырастать на внуках, но тоже не получается. Может, на правду похудас. Посмотрим. Это признание Говорухин сделал ещё при жизни сына. В 2011 году Станислав Сергеевич отметит своё 75-летие. А через полгода для него наступит точка невозврата. День, после которого шансов исправить свою вину перед сыном, у него не будет. Сын режиссёра попадёт с инсультом в больницу и уже не выйдет из неё. 27 октября 2011 года Сергей Говорухин не станет. Он свою боль скрывал. Он скрывал. Он скрывал. У него хватало душевных сил скрывать их. Он никому не демонстрировал. У него характер твёрдый, сильный. И он смог это горе. Я думаю, он его и сейчас носит. Такой горе не переживается. Но в нём. От переживания Станислава Говорухина начались проблемы со здоровьем. И если бы ни его жена, ни его Галя, неизвестно, как бы он всё перенёс. Она действительно его ангел, хранитель. В самые тяжёлые минуты Галина Борисовна не заламывала руки, не рыдала. Просто была с ним рядом. Холила и лелеяла с удвоенной силой. И молилась утайкой. Пусть делает всё, что хочет, лишь бы пережил это горе. Говорухина спасла её любовь и работа. Даже когда случилось в семье несчастье, я приехал к нему на Мосфильм, он был за монитором. Мы его не жалели, мы не чмокали губами. Мы не сочувствовали. Мы просто вот приходили к нему и общались. Даже в таком состоянии Говорухин о себе думал меньше всего. Обещание, когда-то данное сыну, наверстывать свою любовь с внуками, держит и сегодня. Старший внук стал историком. Младший вместе со своей мамой живёт в Израиле. Учится в математической школе. От лета своей мамы я могу вспомнить историк. Она пересеклась с дедушкой. Они разговаривали, разговаривали и в конечном итоге дед сказал такую фразу, что пообещай мне, что если у вас будут какие-то трудности, ты мне сообщишь о них первым. Мама сказала, да нет, у нас всё хорошо. На что он перебил и сказал, пообещай. Вот сейчас я понял на то, насколько он всегда был рядом с нами, насколько его присутствие в нашей жизни осталось невидимым, но насколько важным оно всегда было. Он умел меня опускать на землю. То есть была такая ситуация, когда мы с ним встретились в ресторане, и я начал витать в облаках, что вот мои одноклассники, ну, начал лицемерничать, начал говорить, что мои одноклассники такие глупые, ничего не читают. Вот, и задал мне такой вопрос. Назови 15 произведений Толстого. Приутих и больше никогда таких предложений не говорил. То есть он научил меня говорить только то, что я действительно думаю и то, что я действительно знаю. И, что не менее важно, он всегда учил меня каким-то джентльменским правилам. То есть он всегда критиковал мой стиль, когда я надевал синий пиджак на чёрную рубашку, говорил, что так ходят только мафиози. Потом он всегда говорил, что должен быть платок в кармане, что должна быть зажигалка в кармане. В 1987 году, когда на экраны вышел фильм Сергея Соловьёва «Асса», под обаяние Говорухина попало всё женское население страны. Ой, Андрёшенька, милый! Извини меня, я дура, я проспала. Говорухин не был героем-любовником, как, например, Александр Абдулов или Олег Янковский. Но в нём было то, перед чем слабый Полу стоять не мог – настоящий мужской характер. Татьяна пред окном стояла, на окнах хладные дыша, Задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала на стуманенном стекле Заветный вензель «О да е». Вот, посмотри, самые простые слова. Ничего, кажется, нет. Есть всё. Пойдём пообедаем. Это был мой кастинг. Я впервые встретила Сан-Зав Сергеевича, когда он пошёл в ресторан «Дом и кино». Это было много лет назад. И он был настолько не по-советски элегантен, а импозантен. И, так сказать, моё представление – это был джентльмен. И я его впервые вот так увидела. Он так прошёл вдоль зала. И я тогда вот словил, сказал, слушай, вот же, абсолютно Крымов. Станислав Сергеевич Говорухин. И хотя Крымов преступник, отрицательный герой, но харизма исполнителя сделала его неотразимым. Я играл себя. И с режиссёром иногда пытался ему возражать. Я ему говорил прямо так, «Серёжа, вот ты этих теневиков, которого я играю, ты такого теневика не видел, не знаешь? Я знаю, они совсем не похожи на меня». Он мне говорил, ты артист, твоё место в буфете. И я шёл в буфет. И он оказался прав. Только режиссёру видно то, что виден конечный результат. Только режиссёр понимает, чего он хочет и что он увидит на экране. Все остальные так смотрят и мало что понимают. Он ни разу не пожалел, что послушно снялся Вася. Это кино стало культовым для целого поколения. Хотя у фильма нашлись яростные критики, которые назвали картину бесформенной. Ни один фильм Говорухина тоже не принимался однозначно на ура. Но Говорухин этот факт никогда не смущал. Он знает, что самый суровый и беспощадный критик – это он сам. Себя он требует всегда по максимуму, даже в мелочах. В 2005 году Говорухин снял картину «Не хлебом единым». И снова главный женский образ режиссёр доверил Светлане Ходченковой. Тут бабуся вся ночью от злобы изошлась. Чуть не лопнула, а я сразу поняла, да? Да, Шура. Счастливая. А этому хряку так и надо. Кто это хряк? Это Леонид Иванович ваш. Это что? А хозяин не так. Хряк. А кто же? Хряк надутый. А теперь ещё и рогатый. Большинство сцен фильма было снято здесь, в стенах МГУ. Для полного соответствия духу времени Говорухин требовал на площадке документальной достоверности. Порой очень жёстко. Мы снимали момент ареста, вот что-то было связано с формой НКВД. И я очень хорошо помню, что мальчик был худенький, и до него не нашлось нужной формы. И когда Станислав Сергеевич это увидел в кадре, он очень рассердился, и это пришлось девочкам всё пороть, на него закрепить, зашить. Я помню, что у нас в какие-то моменты погоны летали по павильону, потому что подходил Станислав Сергеевич и говорит, это что? Пип-пип-пип, и полетели погоны. У нас разные ситуации были. Он постоянно подходил, он что-то объяснял, показывает. Он очень любит показывать артистам, как нужно что-то делать. И это так мило, это так… Ну это мило, да, это приятно иногда. Именно после этой работы пути актрисы и режиссёра разошлись. Ходченкова была благодарна своему учителю, но она хотела идти своей дорогой, попробовать себя в другом кино. Она изменилась внешне, сильно похудела, стала играть совсем иные роли. Говорухин воспринял это чуть ли не как предательство. Когда она сильно похудела, режиссёр был вне себя от ярости. Называл в прессе Ходченкову селёдкой, ничуть не стесняясь. И он не мог успокоиться. Дурочка! Он прям бил кулаками по столу. Смотри, доставал какие-то фотографии. Вон какая она была, вон! Говорухин всегда говорит то, что думает. О его крутом характере ходят легенды. Однажды под горячую руку режиссёра попала и Мария Аронова. Она работала с ним в фильме «Артистка». О жизни не очень удачливой театральной актрисы. Играла роль подруги главной героини. Анечка! Анют, открой! Аня! Анют, открой, ради Бога! Извините, моё солнышко, кто поставил эту хреновину сюда? О, Господи! Что случилось, а? Ну, как ты? Что я как? Да сплю я. Ага. Опять босяки миноваты. В один из съёмочных дней актриса опоздала на съёмочную площадку, где её ждала вся группа во главе с режиссёром. Правда, Мария предупредила об этом заранее. Передала через кого-то из помощников, что задерживается на прогоне в театре. Но Говорухина просто забыли сообщить об этом. Приехав на площадку, я наткнулась на просто там цунами уже был. Он кричал так, он бросался какими-то предметами. Я смогла себя удержать, сказать тихо-тихо-тихо-тихо, быстро нагрей, быстро нагрей, рот закрой, давай-давай-давай-давай-давай. И в конце смены я к нему подошла. Я говорю, Станислав Сергеевич, жена, какое-то недопонимание какое-то произошло. Чего? Давай к фигу попьём. Он мне даже не дал поговорить с ним. Оторвал мне руки, ноги, чуть развернул мою голову. Но, в принципе, все закончилось замечательно, слава богу. Не раз доставалось по полной программе и Виктору Сухорукову, который работал с Говорухиным в четырех картинах. Однажды на съемках режиссер подсунул Сухорукову книгу со словами «Дескать, на, почитай на досуге». А я ее закинул и над ролью работаю в номере. Пройдет несколько, там, три дня, он говорит, ну что, прочитал? Я говорю, нет. Как он начал меня позорить? Как начал? Что за поколение? Твою-то, твою-то, пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ты что это такое? Совсем не читает. Ну ты Сухоруков даешь, позор тебе, пи-пи-пи-пи-пи-пи. Я, в общем, запикал своей тирадой всю мою жизнь. Мне было очень стыдно. Я его очень люблю за это. Он прямой, неподлаживающийся под собеседника, гражданин. Некомпромиссный. После премьеры картины в стиле джаз актрису Аглаю Шиловскую окрестили его новой музой. Тоже юна, как когда-то Светлана Ходченкова, тоже красива, тоже первое появление на экране. К ней Говорухин тоже относился особенно. Не знаю, мы как-то с ним быстро, легко. У нас была с ним фишка, он меня все время спрашивал, где ты учишься? А я говорила, в мясо молочном. Вот. Его это очень веселило, и меня тоже. Кушайте мои птички. Сейчас я буду тебя учить раков есть. Бабушка с дедушкой, когда видят сцену, где я там лопаю картошку и разговариваю, говорят, ой, ну-ка, будто как у нас дома. Какая курица. Корейская что-то, да? Что-то корейская положила, да? Ой, какой салатик вообще в тему. Что, сама не разговариваешь, что ли? Я сметала все. И он даже, я помню, как-то сказал моей маме, Света, вам надо за ней следить. Притом, что как бы обычно он наоборот, да, мы знаем его сегодня, любовь к худым дамам, он как бы любит в теле, а тут он даже как-то вот испугался. Любовь к женщинам в теле в свое время поссорила Говорухина с Ходченковой. Станислав Сергеевич позвал Светлану в свой фильм «Конец прекрасной эпохи». Ну, здравствуй. Как жизнь? Она с радостью откликнулась, будто и не пробегала между ними никакой черной кошки. Кстати, ради этой роли Светлана даже специально поправилась на 5 килограммов. Чего не сделаешь ради любимого режиссера. Мне просто позвонили, сказали, что давай с нами. Поплыли. Говорю, хорошо, поплыли. Андрюш, тебя посадят. Ну и пусть. Если литература занятия предусудительное, мое место в тюрьме. Сказать, что Говорухин простил Ходченкову, ничего не сказать. Признал. Талант, красоту, пусть и не по его вкусу. Характер, настойчивость и дерзость. Теперь Светлана пришла к нему на съемочную площадку не как ученица, а как равная. Звезда, у которой за плечами Голливуд. Огромная популярность у российского зрителя и искренняя благодарность за все, что он для нее сделал. Красиво смотришься. Вот смотришь сегодня фильмы там 50-летней давности, цветные. Ужасное изображение. А черно-белые такие же. Ну и в-третьих, иногда материал подсказывает, что это должно быть черно-белое кино. Для большей достоверности, например. Ну, я вообще не могу смотреть кино, например, о войне цветное. Ну, не верю я и все. Когда оно черно-белое, доверия больше к этому изображению. В таких же черно-белых тонах Говорухин снял и фильм «Уикенд». Говорухин – человек неожиданный. Снимает кино исключительно по своему внутреннему импульсу, никому ничего не объясняя. Когда на экраны вышел его захватывающий детектив «Уикенд», многие удивились. Говорухин в свои 77 лет не просто блеснул современной стильной режиссурой. Он рискнул заглянуть в криминальный мир молодых людей. Понять, какие они, как живут, чего боятся. Думаешь, так легко нажать на курок? Я, честно говоря, когда первый раз пришел к нему, я себя чувствовал немного кроликом, объектом изучения. Какой я в жизни, чтобы, да, чтобы… И, в принципе, для любой работы важна человеческая составляющая, человеческий контакт. Поэтому он, как бы, в этом смысле меня… Осматривал. Он может себе позволить в разговоре внезапно сделать большую паузу. И ты сидишь, не понимаешь, думаю, что надо эту паузу заполнять, или просто можно помолчать. Картина вышла дерзкая, бесстрашная. Трюки на грани фола. Одна из сцен снималась на крыше здания Одесской высотки. Ну, это Одесса, бизнес-центр, 14-й или 16-й этаж, вся съемочная группа на крыше, плоская крыша. И мы стоим за парапетом. И нужно было, чтобы уже актер наш шел по этому карнизу. Все было выверено. Каскадеры, страховки и все такое. И, ну, честно вам скажу, причем было так очень, ну, вот в какой-то момент страшно. Ты инстинктивно прижимаешься, ну, даже привязанный. И Станислав Сергеевич говорит, Макс, да, 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 вот ты ползешь хорошо, а слишком близко по фокусу, говорит, очень. Ты можешь, говорит, сделать вот так? Я говорю, нет, я говорю, я эти три миллиметра, которые он попросил, ну, говорит, просто близко, ты можешь просто вот чуть-чуть? Говорит, нет, мам, да перестань, не страшно. И он вылез без страховки на край поребрика. И мы все замерли. Станислав Сергеевич прошелся без страховки, вернулся, перелез обратно. После этого Максим, мы его прикрепили сильно-сильно, подстраховали. И уже вот то, что вы видели в картине, это проделал сам Максим, и это вошло в картину. То есть Станислав Сергеевич, он такой, знаете, в душе мальчишка. Он все время, он не анализирует и не думает о последствиях, что будет потом. Вот это был порыв, и он это сделал. Вас надо было напугать? Вот такое. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok